Здравствуйте! Приветствую вас на канале Процветок. С вами Ломонос Петр и наша любимая культура в сегодняшнем ролике – это огурцы. Что делать так, чтобы огурцы были усыпаны завязью и мы получали очень хороший урожай? Ну, во-первых, если подходить так серьезно к этому вопросу, необходимо помнить, что огурцы бывают пчелопыляемые и самоопыляемые. То есть самоопыляемые огурцы, независимо от погоды, дождь или не дождь, мы получаем урожай. Конечно, если сухая погода, и летают пчелы, урожайность будет гораздо выше. Пчелопыляемые огурцы, соответственно, сразу дадут пустоцветы, потом дают завязь. И они уже больше зависят от капризов погоды. Что необходимо помнить про огурцы? Значит, это одна из таких культур. Для того, что если вы хотите, чтобы было больше завязи, стали расти пустоцветы, огурцы подсушиваются, подсушиваются огурцы, тогда на них растет завязь. Они начинают больше давать уже цветки с плодами. Самый простой огурцынский прием – это подсушка растений. Подсушили растения в начале роста, и они будут все усыпаны огурцами. А к нашим не давать завязь, они эту завязь будут давать. Ну, следующий нюанс, что у нас огурцы цветут. Ну, как бы есть опыление, огурцы не всегда могут завязаться, могут не завязаться. Если у нас не летают пчелы, у нас есть это самые три способа, три препарата, которые помогут нам получить урожай наших огурцов. У нас самый простой препарат, что чаще всего используется – это борная кислота. Действительно, 1 грамм на 1 литр, соответственно, 10 грамм на 10 литров борной кислоты творит чудеса. Все огурцы начинают завязываться. Следующий препарат, опять же, как бы фабричного производства, он так и называется завязь. Это гиберлиновые соли, которые очень плодотворно влияют на завязь плодов не только огурца, но и в шансе винограда и других культур. Как бы завязываемость, соответственно, резко улучшается. Поэтому можно применять препарат завязь. Ну, следующий препарат, который нам же также может помочь иметь, чтобы каждая завязь превратилась в полноценный огурец, это витамин В3. Витамин В3, он у этого никотиновая кислота, обычно выпускается в таблетках по 50 мг. Так вот, одна таблетка за что-то на литр воды раствораем. Ну, эффективность этого витамина усилится, если мы добавим янтарную кислоту. Янтарная кислота, 1 грамм на 10 литров воды, в сочетании с витамином В3, опять даст возможность, что наши огурцы все будут усыпаны завязью, и эта завязь будет не желтеть, не засыхать, а вся она будет развиваться полноценно. Точно так же, ну, не стоит забывать и простую истину. Если появляется завязь, она желтеет, значит, растения может не хватать банально чего? Азота. Именно азот как бы идет на образование плодов, на рост плодов. Поэтому сделайте азотную подкормку. Ну, конечно, чтобы подкормка действовала гораздо быстрее, мы возьмем мочевину. Мочевины можно взять 30-50 грамм на 10 литров воды. Растворили на хорошо страсть воде и побрызгали ваши огурцы по листу. Результат будет очень быстрый. Можно, конечно, в такой же дозе и использовать и подкормку под корень. Поливайте огурцы под корень, но старайтесь больше не превышать. 50 грамм – это максимум, что можно давать под корень. Почему? Потому что корневая система огурцов поверхностная, и она очень боится концентрации, высоких концентраций удобрений. Поэтому, если будете концентрацию завышать, вы просто-напросто можете сжечь ваши огурцы, погибнут корни и погибнет само растение. Поэтому не увлекайтесь большими дозами минеральных удобрений. Хорошо, конечно, занимаясь плодом, пойдет и различные настои трав, бродиловка, как их называют в народе, любая бродиловка. Пойдет точно так же и компостный чай. Ну, компостный чай, я думаю, вы уже знаете, но если кто не знает, я повторюсь. Берем сорняки, набиваем в мешок, ложим на солнце. Через пару дней переворачиваем, другая сторона, он как бы, получается масса такая, типа компоста. Потом эту массу компоста, где-то 2 литра, 2 литра, объемом 2 литра этой массы, на ведро воды растворили, поливаем огурцы. Результат будет очень хороший. Какая трава, значения не имеет. Большого, это могут любые сорняки. Ну, конечно, как специализировано, кто еще хочет так поэкспериментировать, я уже пробовал. Результат очень хороший. Это трава хвоща. Она оказалась хорошей не только на корнеплодах, но и на огурцах. Трава хвоща, значит, с расчетом 100 грамм на 1 литр воды, протипечиваю, настаиваю полчаса, разбавляю водой до 10 литров и поливаю огурцы. Результат очень хороший. Огурцы оживают прямо на глазах. Так что, какой из этих способов вам выбрать химический, биологический, агротехнический, все зависит от вас. Как ваши есть возможности и ваши желания. Приложите любого старания. Огурцы благодарят вас обильным урожаем. Хватит и вам, и на закатку, и даже поделиться со своими друзьями. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова